Мой дружок пирожок, нужны бабки в GTA Online? А? Тогда заходи в мою группу по прокачке, сейчас доступна быстрая прокачка на PS4 и PS5, а также на Xbox One и Xbox серии X и S. Заходи, и заказывай самую надежную прокачку, ссылочка на группу в описании. Всем привет мои дружочки пирожочки, вышло так и обнову в GTA Online под названием контракт, кто-то говорит что это будет лучшим обновлением в GTA Online, сильно сказано конечно, я как всегда по традиции любитель все обосрать, найти самое дерьмо, а уже после принимая это как должное начинаю говорить о каких-то плюсах этого обновления. И первый минус, это ибучая камера, если раньше камера в катсценах была более статична, тут будто шкила без стабилизатора бегает за нами и снимает все это на древний телефон, переключаясь с картинки на субтитры у меня просто активировался Блеватрон 3000. Но это все хуйня, вам интересно конечно же, что добавили, какие брички, какой шмот, татуировки, прически и так далее. Но главное, можно ли в этом обновлении поиметь большие бабки, забыв про жоподробящий фарм на Кайперика. Сейчас обо всем расскажу, погнали. Во-первых зайдя в GTA Online я получил свои полляма зелени, да я почти полмесяца туда вообще не заходил. Но и для того чтобы понять, что вышло новое, нужно зайти в интернет и через мобилку, сразу видим что на главной странице изменилась ротация иконок с сайтами. Теперь в центре красуется сайт с офисами, туда мы сейчас и зайдем. Теперь тут помимо четырех офисов можно также прикупить одно из четырех агентств. В любом случае цена входа в это обновление более двух лямов, поэтому если денег нет, то вы в пролете. Естественно паблик уже навидался дерьмо и ему подавай самое дорогое агентство почти за три ляма зелени. Но подождите, это только начальная цена. Внутри все по классике, выбираем некий дизайн, кстати цена искусства не такая и большая. Есть три варианта, власть и деньги, поп-культура и хайп, а также верность и увлажнение. Именно этим мы собственно и будем заниматься, конкурируя с ЧОПом, но это уже классика. По обоим тут три варианта отделки, ничерская, цыганская и армянская. Выбираем из трех зол меньше, также подсветочка за 100 тысяч, как вам такое, заебись? Да, заебись. Также можно нанять ничерсов свою оружейную, там можно будет купить любое оружие, включая то, которое нельзя купить в обычной амунации. К тому же со скидкой, апартаменты естественно берем, чтобы можно было прогружаться прям в агентстве. Но и автомастерскую можно также выебать, чтобы сразу там тюнинговать новые брички. И вот уже ценник у нас вырос до пяти с половиной лямов. Дапов нахуярили прям как в конструкторе мерса. Хочешь взять себе норм цыжку за 4 ляма, а на выходе получается под 6, кстати о цыжках, брички. На красном сайте сейчас можно найти сразу 6 бричек, каждая из них уродлива по-своему, но к ним мы вернемся в отдельных видео. Ну а на желтом сайте можно увидеть буфало мододелов, которую Рокки нагло спиздили и адаптировали под обновление задрав ценник более чем в полтора ляма вечно зеленых баксов. Ну и перед тем как испытать боли и унижение, прокатимся по злачным местам. В амунации перекорнали все для того, чтобы впихнуть туда невпихуемое, а именно тяжелую винтовку, которая должна была появиться еще когда ламар не подсел на крек и у Франклина не было седых волос на бороде. Цена у винтовки соответствующая, а ее боевая мощь оставляет желать лучшего. Магазин максимум на 60 патронов. А это уже большой минус, цена на все просто конь, к тому же педальный. Зато появилась раскраска кентов, которую естественно просто так не получить. Для разблокировки нужно выполнить 10 заказных убийств. Если я правильно понял, Франклин нам будет в будущем давать такие задания через телефон-автомат. Запахло навозом из Либерти Сити начала нулевых. Ну ничего в будущем абсосим все из этой обновы. А пока мы не видим тут ни электрошокеров, ни Эмми, ни хуя, зато револьвер теперь почему-то положили на полку с метательными гранатами. Ну и хуя с ними. По одежде пока рано говорить. Скорее всего она будет открываться по мере прохождения контрактов. Пока что у Павлика доступна одежда для гольфа и то после прохождения сюжетной миссии. Зато добавили прическу, особо не парились, а сняли скальп с Винсента. Ну для кого-то пойдет, у Павлика же слишком широкая харя для таких причесок. Зато ебало можно раскрасить по новой, я таким не страдаю, но если шлакоблок вашего перса без раскраски выглядит как анус коровы, черные коровы, то можете нам уливать что-нибудь из новенького. Также добавили множество татуировок, которые будут всегда скрыты под одеждой. Естественно если вы не катаете по Лос-Сантосу в семейниках и шлепанцах, татуировок очень много, по 2-3 штуки на каждую часть тела. Поэтому тут есть на что посмотреть. Ну а теперь отправляемся в агентство. Мы его купили, мы там главное, а теперь смотрим. В его голосе прям чувствуется та нотка Стёба. Мол ебать ты лох, за все заплатил, а я даже не знаю кто ты, а этот не черстут как думал себя. В общем дальше пойдет пиздеж какой он охуенный, что ебать не смог арендовать себе жалкий офис и начать делать свое дело без нас. Опять же, мы главные, но всю грязную работу выполнять будем именно мы, а не Франклин. Он будет сидеть в офисе и делать конференц звоночки, охуенно устроился. Ну тут как бы грех ныть, нам все таки нужны какие-то движения, а то будет как в ночном клубе. Вроде бы на тебя там пашут ребята, а толку от этого никакого. Это все таки гриндилка, а не я фэка игрулька. Нас также знакомят с местной хакершой, шкилой за знайкой, но она вроде как не пиздит и не напрягает. И далее мы видим Ламара, пожилую чечевицу. Я кстати был у него на стриме перед выходом обновления. Можно послушать что старый сказал. На самом деле Ламар тут как не пришей к пизде колпак, но все равно интересно увидеть как изменились персонажи. А после можно запустить миссии от Ламара и увидеть какой он был молодой. В конце концов именно у нас встречают в Лос-Сантосе. И он нам первый дает пистолет. Так что какой бы он крысы не был, ему нужно отдать должное. Естественно если вы не пропускали обучение или не прилетали из банановой республики как паблик или тока. Что из себя представляет агентство? Несколько этажей. Мы сейчас находимся на втором этаже. В нашем кабинете миссии по контрактам к сожалению доступны только в открытой сессии. Поэтому придется делать постоянно пустую сессию. Тут также есть сейф, который будет наполняться наличностью после успешных прохождений контрактов. Но сюда будут приходить бабки не за сами миссии, а некий пассив. Тут также есть бесполезный кабинет переговоров с телевизором. Вероятнее всего для идеального исполнения голландского штурвала. А вот и кабинет Франклина по соседству. Не забудьте погладить щопа, чтобы открыть ачивку и получить немного опыта за это. Да и в конце концов только из-за этого движения можно говорить что обнова топ, а на все остальное поебать. Где еще ты вот так сможешь погладить пёселя после того как вырезал пол Лос-Сантоса? На этаже ниже находится приемная с ассистентами. Тут можно также пополнить запас еды, а на вомой как пригодится в новых заданиях. А также у ассистента можно запросить такси до нужной точки или же запросить личный транспорт, если он находится в гараже под агентством, или же вертолет от агентства. Если подняться на условно третий этаж, то там уже можно увидеть командный центр и как раз так и тело которое продает нам пистолеты и автоматы по закупочным ценам. Тут можно купить снаряжение, патроны, или вовсе любое оружие. Но главная фишка, что тут можно купить шокер, правда цена его реально шокирующая, 350 кусков за шокер. Прям вот с любой мелочи нужно содрать по полной, ну естественно мы его возьмем. Ну а в тяжелом вооружении можно найти тот самый компактный Эмми. По сути это тот же гранатомет, только с электрическим разрядом. Цена уже не кажется такой неадекватной, учитывая что обычный шокер по стоимости чуть меньше. Пройдя мимо хакерского центра и повернув налево можно попасть в приватную дрочильню. Еще одно место, откуда можно вещать про бонусы и скидки в GTA Online. Ну а наша хата находится вдоль всего третьего этажа. Тут есть и кухня, которой нельзя пользоваться, и чилл зона, где можно нахуй ориться. Ну и естественно сральня вместе с кроватью, куда мы сейчас ляжем, чтобы переместиться в открытую сессию. Итак мы в открытой сессии готовы испытать на себе новые миссии, контракты, ограбления, или как оно там называется. Всего доступно два вида контрактов, обычные, по типу миссии из террор байта или заданий знакомых, и вип контракты. Я сейчас в общих чертах расскажу что да как, а уже углубленно все изучим в отдельных видосах, чтобы не перегружать мозг. Вип контракты пока недоступны, так как мы должны заявить о себе, работая на челить. И в обычных контрактах есть три типа заданий, это защита, ликвидация, и эскорт. Платит в среднем 30-50 тысяч, а это вроде как нехуевые бабки, по крайней мере в два раза больше чем обычные задания знакомых. После пиздежа, точнее инструктажа Франклина я отправил павлика на первое задание. Тут нужно было просто отстреливаться от налетчиков защищая какие-то бочки. Охуйная миссия. Сначала меня ебали как могли, я даже не мог понять откуда по мне стреляют, ибо спавн ботов происходит в тот момент, как те уже выпустят в тебя боему пуль. После я решил заказать павлику куруму, обычно, ведь она у нас бронирована была, в это время боты как-то сами могли отстреливаться от нападающих, и я по сути пару минут был вне игры, но сев за руль, павлик понял, что роки все таки починили куруму и теперь она стала обычной тачкой. Вся уебичность миссии была в том, что пришлось реально 10 минут времени ждать пока закончится время, а за это время можно было пройти пару миссий получив по сути те же бабки. А 48 тысяч оказывается, это чуть ли не самая большая зарплата, но возможно со временем все поменяется. После этой миссии павлику сразу дали деньги, и тут же Франклин позвонил по поводу вип-клиента, естественно это был Дре, который дрочил в гольф, раздражая всех вокруг. Подробно об этой сюжетной ветке я расскажу в другом видео, так что не забудь подписаться Дружок Пирожок, чтобы не проебать новые видосы. В общем после этого у нас открылась випочка, и я радостно увидел что там всего 3 миссии, а за эти 3 миссии дают лямчик. По сути на Каоперика было 5 быстрых подготовительных миссий и само ограбление, но там можно было унести в среднем полтора ляма. А тут лям, значит все логично. Неужели новый конкурентный фарм? Запускаю я значит миссию. Оказалось достаточно потный на первый взгляд. Сделал все как надо, все. И после этого пиздец. Жди ебать 10 минут, чтобы открыть следующую миссию. Окей, подождал. Зашел в гараж, пригнал туда свою курму, посмотрел кто на чем ездит. Есть корпоративная бричка из новых, ну чистый гроб на колесах, такой прям свинцовый, чтобы зараженных там коронить. Спустя 10 минут захожу вновь, а там открылось еще 3 миссии, думаю ну окей, одна общая, 3 дополнительные. Но хуй там плавал. В общем какой расклад. Мы проходим первую подготовительную, там открывается 3 ветки миссий по 3 миссии, по крайней мере в первой части было 3, то есть 10 миссий для того, чтобы получить лям. И что самое главное, кулдаун между каждой миссией в 10 минут. То есть за время кулдауна можно пройти кайперик и вынести оттуда полтора ляма. Очень нагружены эти вип контракты. И опять же, мы пытаемся достать мобилу дрэ. Окей, мы это сделаем, а дальше что? Снова у дрэ отнимут мобилу. В общем будем посмотреть, за один раз делать все нереально. Но по предварительным данным можно вычеркивать новое обновление из списка выгодных фармелок. Хотя если во время кулдауна запускать обычные контракты и получать в среднем по 40 тысяч, то возможно фарм приблизится к кайперика. В сутках 24 часа, из них я сплю 8, поэтому ждем новый контент по новому обновлению в GTA Online контракт. Не смог я осилить за одну игровую ССУ эти контракты, поэтому купил новую бричку. Очень недешевый суперкар. Затюнинговал его, прокатился, и понял что это реально овощ, но насколько это овощной автомобиль мы узнаем из тестов. Также заглянул в особняк к Франклину. Первый раз такое вижу, что тачки из обновления вот так припаркованы на улице, но посидеть в них нельзя, да и взорватели уничтожить тоже. Красный Порш, это бричка Таниши, той нечерской бабой GTA, которая пилила мозг Франклину и постоянно уезжала на такси, а также суперкар Франклина, номера как бы не пиздят. Вероятнее всего они все таки обженились и обзавелись спиногрызами, ибо игрушки, горка, вся хуйня уже заполонила задний дворик Франклина. Ебать время летит, пока мы там фармили ящики, да ебали казино, Франклин уже зачехлился и нашел лоха в виде нас, чтобы получать полупассивный доход от своего дела. Такие дела, естественно не успел рассказать все, но что заметил, донес, думаю на обзорчик этот видосик тянет. А с вами был Дилетант, подписываемся на канал, я буду усилен наебашек контент, всем бб, всем гг. Субтитры сделал DimaTorzok.